ассаламу алейкум ассаламу алейкум курмит казахстан все кто смотрит мой канал все мои друзья сегодня давайте поговорим про георгиевскую ленту которую многие не понимают связывает его значит с великой отечественной войной давайте об этом поговорим чтобы георгиевская лента я вам скажу да появилась 1769 году 1769 году обозреватель азатых рух марк северянин своей авторской статье предлагает внимательнее рассмотреть георгиевскую ленту ставшую для многих представителей молодого поколения едва ли не главным символом победы вот здесь вот друзья вот тот марк правильно здесь вот нельзя нам путаться вот именно что ее привязывают все время к этому символу победы но это не так это символ империализма георгиевская лента символ империализма и вот в этой статье сейчас я вам об этом все это расскажу в последние 10-15 лет российская пропаганда усиленно пытается навязать георгиевскую ленту в качестве главного символа победы советского народа но таковой она никогда не была а истинный символ победы это красное знамя штурмовой флаг 150 ордена кутузова второй степени и длицкой стрелковой дивизии начнем с того что георгиевская лента атрибут царской россии а большевики уничтожали всякое упоминание идеалов того времени так что она по определению символом великой отечественной войны быть не могла к тому же по данным российских же источников во время войны георгиевская лента присутствовала на наградных и форме предателей это русская освободительная армия ру а генерала власова и казачьих частей с.с. помните я вам рассказывал про атамана захаров вот тут у них вот это вот георгиевская лента да сегодня это лето лента стала атрибутой большинства российских военных наград никто не оспаривает право современной российской федерации возродить былые традиции точно так же как и бчб флаги беларуси или официальный жовто-блокидный стяг украин но выдавать георгиевскую ленту за символ нашей общей победы недопустимо небольшой исторический экскурс георгиевская лента появилась 1769 году в качестве знака учрежденного в этот день военного ордена святого великомученика и победа победоносца по мнению экспертов лента воспроизводила цвета государственного герба черный двухглавый орел на золотом фоне в орденской иерархии то времени георгий четырех степеней был четвертым по значимости и высшей военной награды причем им награждали исключительно за личный подвиг или командование войсками победоносном сражении полными кавалерами святого георгия были всего четыре человека один из них михаил кутузов также было популярно золотое георгиевское оружие шпаги или шашки с георгиевскими темляками ленточками на эфесе и полковые георгиевские знамена а в 1807 году александр первый учредил орден святого георгия для них нижних чинов а с 913 года георгиевский крест также имевший четыре степени к этой ленте как исторической ценности и сегодня бы относились с уважением в соседних странах если бы своими стараниями российская пропаганда не превратила ее в полную противоположность символ агрессии и милитаризма ими вы ведь именно с георгиевскими лентами на груди была совершена аннексия крыма четырнадцатом году и в дальнейшем развязана гибридная война в донбассе именно тогда георгиевская ленточка сделала фактически официальной эмблемой пророссийских сепаратистов на востоке украины напомню в этих страшных событиях на донбассе погибли по разным данным до 35 тысяч человек около 1 миллиона жителей бежали из некогда процветающего региона который до нашествия лентоносцев давал почти 15 процентов ввп страны с этой лентой на груди по любому поводу расхаживать те кто с экрана федеральных каналов переписывать историю ссср пытаясь изобразить победу над фашистской германией исключительно заслугой россии такая подмена понятий недопустимо вот я вам в тот раз вам об этом и говорю я делал об этом видео что россия так и хочет сказать что это русские победили фашизм ничего подобного советский союз то есть 15 республик друзья мои здесь нельзя отдавать победу просто так потому что наши деды воевали за это понимает кровь проливали жизнь отдавали самый примитивный пропагандистский штамп наши деды воевали за нее в реальности наши деды воевали за свое отечество и не бежали в атаку со словами за родину за георгиевскую ленточку а вот за родину и за сталина кричали но это спускалась сверху если вместо сталина поставить фамилию нынешнего кумира ватников то будет понятно как работает тоталитарная идеология вот по этой причине они за козни сша георгиевская лента практически у всех кроме ура патриотов вызывает негативную реакцию и и и хитро называет колорадкой из-за сходства с окраской опасного вредителя колорадского жука кстати родом из сша давайте обратимся к фактам нет ни единого документа советских времен и даже фотографий фильмов и так далее которые бы говорили о том что георгиевская лента считала символом победы в великой отечественной войне конечно ленту из песни о войне не выкинешь 8 ноября 43 года для награждения солдат матросов сержантов и старшин был учрежден аналог солдатского георгия орден славы полный кавалер славы трех степеней приравнился герою советского союза именно это орденская лента стала символом советской гвардии и поэтому ее назвали гвардейской лентой то есть вот именно нельзя путать есть гвардейская лента есть георгиевская лента еще одна претензия к ленточному маркетингу в том что в ней привязали ряд идиотских слоганов например если надо повторим что повторим гневно вопрошает журналист александр дивзоров войну с отступлением до стен москвы что ли с десятками миллионов погибших вот это что ли повторим или кощунственно выглядит сама попытка изобразить великую отечественную войну как бравурный победный марш наших войск до берлин победобесие как это называют скептики доходит до полосатых ленточек на горлышках бутылок с водкой между тем советском союзе день победы воспринимает именно как праздник с сединою на висках и радость со слезами на глазах официально советская пропаганда совершенно верно стремилась форма формировать мысль страшнее войны нет ничего а ее развязание это величайшее преступление против человечности еще бы ссср по современным оценкам потерял великой отечественной войне около 50 миллионов человек ссср повторюсь понимаете не россия не русский народ потерял а ссср вот что нужно помнить 15 строя союзных значит республик ссср численность населения современной великобритании представляет численность саркастическое название колорадской ленты этому пропагандистскому новоделу дал знаменитый телерепортер экс-депутат госдумы четырех созывов и публицист ныне ставший на совершенно иные позиции александр невзоров произошло это в четырнадцатом году в разгаре истерии времен аннекции крыма и начала гибридной войны он придумал этот термин поскольку считает ее символом нацистов и власовцев по его мнению символ победы красный флаг но никак не брендированная георгиевская лента невзоров заявил что если бы власовец идущий бой под нынешним российским трюколором получила ранение в голову и впал в кому а затем очнулся в 2010 то решил бы что победили власовцы родной флаг и кругом георгиевские ленточки напомним бывшие белоказаки во время великой отечественной войны оказались на стороне фашистской германии и на территории ссср и балкан прославились как каратели известной особой жестокости как сообщает новая газета 31 марта 44 года под началом легендарного петра красного было создано главное управление казачьих войск при министерстве воздушно-восточных оккупированных территорий розенберг а в сорок пятом их починили с с резерв казачьих войск возглавлял генерал-лейтенант шкуро который как и власов по информации невзорова и других всячески продвигал использование царских регалий том числе и георгиевской ленточки то есть понятно да вот он сссовцы воевали с георгиевским лентами казачки их относили то есть наши деды вы увидели я не знаю что бы они сделали с этой георгиевской лентой справедливости ради надо отметить что на практике у РОА были другие официальные шевроны и эмблемы поскольку берлин был против использования символов россии но отдельные факты использовали триколоры власовцами подтверждены документально таким образом если следовать историческим фактам георгиевская ленту носили в великой отечественной войне не только кавалеры ордена славы 43 года но и те кто воевал против своего народа то есть это российская армия освобождения и казаки переметовшиеся на сторону гитлера вот они воевали с георгиевскими лентами запомните это друзья мои казачки воевали с георгиевскими лентами на стороне фашистов поэтому если кто держит там в машине эти георгиевские ленточки то выкиньте если вы против фашизма понимаете если вы против фашизма выкиньте если ты так хочешь прославлять своего деда то есть же номер другие символы которые были победа над германией выставь другие символы но не георгиевскими так что прав александр невзоров пропаганде нужно быть крайне осторожным использование символики российская пропаганда сегодня ведет себя так будто нынешний кремль выиграл войну российские эксперты отмечают что когда власти не могут опереться на реальные достижения они усиленно сакрализируют прошлые победы точно также это касается новой традиции кремля по умолчанию приписывать все победы исключительно русскому солдат на самом деле как показывает документ из архива министерства обороны российской федерации около половины состава красной армии были представителями других национальностей вот об этом я и говорю вот у меня например три деда воевали войне казах я по на например 7 миллионов украинцев воевала только самой армии не считая партизан вся беларусь превратилась в один партизанский лагерь было сожжено около тысячи деревень в этой республике по потерям на душу населения беларусь пострадала больше всех великой отец войны казахстан отправил на войну свыше 1 и 2 миллиона человек по данным ехистори . кизет численность убитых боях умерших от ран болезней плену а также пропавших без вести казахстанцев составила 601 тысячи 11 человек или 11 дробь 2 процента всего населения республики казахи составляли 1 и 5 процента всех погибших военнослужащих и по своей численности они уступали только пяти народам ссср прямые потери мирного населения республики оценивается в 300 тысяч человек косвенные пятьсот девяносто две тысячи ноль тридцать восемь тысяч российские историки достоверно установили что знамя победы над рейхстагом подняли разведчики казах рахимжан кошкарбаев и русские григорий булатов вот друзья мои еще раз говорю что знамя победы на драк с фокою подняли разведчики казах рахимжан кошкарбаев и русский григорий было вот она достоверно уже это установлен но но Горе пропагандисты не понимают, что замалчивая вклад представителей других стран и народов в общую победу над фашизмом, они тем самым отталкивают от себя дружественных соседей. Резюмируя, можно сказать, что благодаря российской пропаганде Георгиевская ленточка сегодня незаслуженно воспринимается больше символом милитаризма и агрессивного имперства, нежели символом воинской славы и благодарности героям войны. А в постсоветская республика она совершенно очевидно стала символом лояльности Москве, поэтому Георгиевская лента и отвергается большинством населения этих стран. У ряда республик Казахстан, Беларусь, Украина, к примеру, появились собственные варианты ленты победы. Так что Георгиевской ленте требуется разумный ребрендинг, но, как писал великий Пушкин, «Чма низких истин мне дороже нас возвышающий обман». И вот, значит, вариант ленты победы вместо Георгиевской ленты. Вот у нас, сейчас я вам фотографию покажу. Вот, видите, вот Георгиевская лента, а вот казахстанская, значит, альтернатива. То есть Георгиевская лента, еще раз повторю, носили казачки на стороне фашистов. Поэтому, если вы вешаете там в машине или еще где-то эту Георгиевскую ленточку, знайте, значит, вы пропагандируете фашизм, а не наоборот, за наших дедов что-то там стараетесь. Дед был бы жив, наверное, он бы вам дал по башке за такое занятие. Поэтому с вами был Ерголей, с уважением. Давайте, друзья, не будем путаться, давайте будем черное черным, белое белым. То есть, истина, она всегда одна. С уважением, с вами был Ерголей. Ассалам алейкум, рахметуллахи, ва баракат.